Здравствуйте, товарищи! С вами Сет. Это, собственно, Ведьмак 3. Продолжаем проходить. Да, выполняем мы побочное задание, собственно, которое нам дали. На самом деле, нам его не дали. Кстати, смотрите, в чём мне нравится, так это то, как быстро здесь у коняшки восстанавливается энергия. Правда, она медленно бежит в этот момент, когда у неё энергия восстанавливается. Зато потом можно снова горцевать, просто как горцующий пони из Властелина Колец. Ну, ладно. В общем, чё? Надо найти брата. Во всяком случае, так говорится. Но по пути, по пути надо убить шмыгов, дрыгов, дрыгов. В общем, вот этих вот существ в создании непонятных. Ну, то есть, как надо. На самом деле, не надо. На самом деле, я вообще пробежал. О, привет, ребят. Клёво, я остановился рядом с вами. Интересно. А женщины-воины здесь есть, потому что во многих играх обделяют, на самом деле, внимание женщин в плане противников. То есть, да, здесь могут сделать, конечно, какую-нибудь ведьму или типа того, но вот, когда рядовые враги на тебя нападают, там куча солдат, например, то 10 из 10 этих солдат будут мужчины, хотя, казалось бы, а чё такого? Женщины ведь тоже, особенно в таком мире, должны воевать наравне. И вот я не знаю, как в этой игре к этому относятся, но будем... В общем, узнаем ещё. Дауни, разговариваешь с собакой? Ну ты больной! Это не моя собака, а собака брака. Нет, брата, тогда, тогда, конечно, всё в порядке. В общем, да, он воевал, теперь никаких вестей. Говорил, отрежь пальцы, так меня в российскую армию не взяли. Ничего, у него плечи широкие, он прям как, я не знаю. Прям как хрен даже знает, у кого такие широкие плечи бывают. У человека, который родился с широкими плечами, вероятно. А вот песик у тебя клёвый. Я понимаю, ты эти мечи не для парада носишь. Защити меня от гули и помоги найти бастина, а я тебе хорошо заплачу. Так, хорошо, я тебе помогу. Всё, я очень... А, он же сказал то, что хорошо заплатит. Так что, в общем-то, да. Так, ну и... Ещё один аспект этой игры, который мне нравится. Я уже сказал, что мне нравится, собственно... Езда на кониках. Но также мне нравятся... Также мне нравятся бои на кониках. Только вот я немного забыл заранее меч достать, поэтому вышло это крайне тупо и неуклюже. Давай, коник. Оп, хорошо. Причём, вы видите, это немного непонятно. Это четвёртого левела враги. А я первого левела, как вы помните. Ну, они не все четвёртого, но... Я застрял в сундучках. Давай, подойди сам ко мне, чувак. Я застрял в сундучках. Твою мать, сундучки. Короче, сундучки. Езда на кониках в этой игре дерьмо. Всё. Ну, то есть, блин. Очевидно то, что... Да, спасибо то, что они подсказывают мне то, что я, типа, могу... Забить хрен на сражение, потому что, типа, я слишком слаб. Но на деле-то не я слаб. На деле-то враг силён. Там ещё один... Что ты? Наркоман, что ли? Я хочу, чтобы он подбирал, а он хочет в рукопашную драться. Ну, ладно. А, коняшку. Атакуют коняшку. Да что ж ты меч-то убрал? Нельзя использовать, пока не восстановится энергия. А на что я потратил энергию? На бег. То есть, я трачу энергию, судя по всему, на бег. Да. Но при этом я не трачу энергию на то, чтобы бить с меча. Ну, сильный удар, слабый удар и всё такое. Это довольно странно. А вообще, их, конечно, убивать надо вот так вот. Бум. Ну да, такие немножко интерактивности и всё такое. Это, наверное, так и рассчитано. То, что, типа, ну, игрок слишком слаб, чтобы убить их своими силами. Хотя, если бы коник не застрял, кое в каком трупе, мразь, надеюсь, ты будешь гореть в аду. Всё, теперь ты точно сгоришь в аду. Ну, смотрите, какие красивые текстурки. То, блин, я бы их с коника спокойно замудохал. Потому что куда-то от меня тубик... Эээ! Конь! Ты чё, блин? Вот сзади я к тебе за это подойду. Какой непослушный конь. Ладно. В общем, что? Что? Да, идём к тому, братан. О, ребят. Прям свежачок. А там можно прочитать, кстати, ещё написано? Я хочу прочитать, чё написано. Так, строго запрещается сохранение тел повешенных дезертиров и бунтовщиков. Нарушители, пойманные за попытки снять тело повешенного, будут немедленно казнены. А, захоронение тел, а не сохранение. Так, генерал Россо, наместник провинции Тимерия. Отлично, как выйти? Эээ, ты чё, пнул меня? Вы видали? Он пнул меня. Тварь. Ну, вот, собственно, поле боя. Довольно прикольное, конечно. Ещё и... Тут же динамическая, естественно, смена времени суток. И ещё здесь, судя по всему, динамическая погода. Потому что... Ну, вот этого ветра не было, когда я в тот раз был здесь. Хватит рычать, пёс. Хорошо, что ты пришёл. Бастиен. Его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как и тело. О, конник. Геральт, теперь кентавр. Ну, так, только у него две головы, и вообще голова растёт из спины. Случайше, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Да-да, Геральт, не надо обнадёживать человека. Просто скажи ему, что жизнь дерьмой, и твой братан вообще никогда больше не это. Так, ну, поскольку там куча дерьма всякого, как вы видите, надо попробовать снова экшен на коннике. Но, если честно, я немного в последний раз был разочарован экшеном на коннике. Сейчас главное не зацепиться в какое-нибудь дерьмо. Вот уж не знаю, о чём он думает, когда... Блин, я из-за теней не вижу врагов. Используйте чутьё, говорит. О чём он думает, когда, собственно, перекидывает этот... Да хватит меч убирать! Что за идиотизм? Налево, в общем, вы видели то, что он меч периодически... Перекидывает... С правой стороны налево, и при этом... Ну, я-то этого не хочу. Ну, то есть, очевидно, что это из-за того, что вероятно... Кончай, конь, бунтовать! Это, вероятно, потому что я как-то неправильно контролю и всё такое, но... Кстати, сейчас мы будем заниматься самым благородным делом для Ведьмака. Мы будем все трупы шмонать. Ну, то есть, я буду вам... Не обязательно, кстати, камера отличная. Вот так вот вам нравится, да? Шикарно, да? Да. Ну, а почему? А потому что... Вот, казалось бы, то, что это всё бесполезно, но здесь вот эти топоры, они разбираются на всякие штуки, и потом... Из этих штук можно крафтить, и будет потом обидно, если мне потом какой-нибудь одной деревяшки не хватит, чтобы скрафтить какую-нибудь крутую хренотень. Ну, вот, я застрял. В копье. Ничего-ничего. Это война... Кстати, довольно странно, что мародёры этим не занимаются, потому что бой-то шёл довольно давно, но почему-то, кроме Ведьмака, никто не удосужился. Может быть, у них есть моральные принципы, а у меня нет? Да не, вряд ли, я же такой няшка. Так, ну, окей, щит номер раз. Я понял, что я нашёл следы. Труп как труп, сам я не узнаю, бастен ли это. Ну, так подойди сюда. Чё, бегать за Ведьмаком не успеваете? Ты хотел, чтобы меня сожрали гури, хватит носиться как кот за клубком. Я ношусь не как кот за клубком, я ношусь как мародёр за мёртвыми телами. Вот, смотри, оп, мёртвое тело. Так, значит, чё, нам нужно искать вот эти щиты. О, вот ещё один. Тихо. Вот, это он. Нет, это сын соседей. Надо же, у соседей было два сына, видать. Кстати, помните историю про то, как стрела попала в колено? Ну, вот вам, собственно, меч, который попал во внутреннюю сторону колена. Не знаю, как это называется, я довольно плохо в... Ну, вы поняли, в том самом. Так, судя по всему, ещё один. Это он. Не, не похож. Да ты же даже не подошёл. Хотя, лучше уж так, чем орать то, что ты носишься как кот за клубком. Чё за сравнение вообще? Мы посреди грёбаного места, где куча трупов, где вообще жизни нету. И там где-то труп его брата лежит. И аналогия, которая пришла ему в голову, это котёнок с клубочком. Отличный чувак, просто няшка. А я опять застрял. Или нет? Ну, или нет? О, смотрите, сундук в сундуке явно чё-то клёвое лежит. Пластина из метеоритного штуки. О, ещё один. Кожа вся сожжена. Чё ты толкаешься? Да чё, чё вы за мани у вас какая-то? Окей, тогда я сяду на твоего брата. А здесь можно сесть? Наверное, нет. Блин, ну я когда-то пчусь на него, из него кровь отывается. Нормальная тема. Да, Геральт, отлично. Туни. Мне лучше сейчас время языком трепать. Давай, чё-то там. Он его учуял. Гусар. Какое счастье, что гусар кого-то учуял. Кстати, да, первое видео было в 30 фпс, потому что я забыл поставить 60 фпс в настройках. Поэтому оно в 30 фпс. А, вот. Блин. В такое время суток посреди леса такая халупа, я даже в тени не увидел. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он, солдат с полным желудком, в битву не может идти. Будете сидеть, пока не высидите. Короче. Короче. Это вроде как два солдата противоположных армии. Насколько я знаю, обычно они пытаются убить друг друга до последнего, но эти почему-то закарифанились. Наверное, у них общее какое-то увлечение. Может быть, они любят смотреть My Little Pony или типа того. Ну, в общем, да. Братец. И как повезло-то, что это именно брат вот этого чувака, который дал квест. Ну, в общем-то, в принципе, логично. Стандартный квест в РПГ, но... Все-таки, везение. Везение. Если бы не это черный, Бастиан был бы уже мертв. Может, покажешь ему, что Нордлинги не дикарить, какими нас считают нильфкарцы. Черный, это же из метро. Они что, идеи, что ли, из других игр тырят? О, как некрасиво. Ох, поляки. Как... Как... Как некрасиво. Акцент, все дела. Витчер. Хранят тебя боги. Так, ну и все. У меня, собственно, остался один квест про Йеннифер. Пока, песик. Так. Где мой конь? Бунтарь. Ну и, судя по всему, километр. Блин, типа в GTA, например, если бы мне надо было пробежать километр. Я... Ну, не пробежать, а проехать. Я бы такой... Фу, километр, в принципе. Почему бы и нет? Тут, кстати, еще всякие штуки есть. Неизвестные места и вот эти штуки всякие. Да. Но это фаст-тревел. Распутье, это переправа через реку, это фаст-тревел. Правда, мы вот отсюда максимум можем сюда переместиться, и потом нам надо еще вот сюда ехать. Так что, да, отлично. Отлично. Так, ну по пути можно вырезать пару дезертиров. Причем, смотрите, как шикарно от них отлетают куски. Да, вот это вот... Эээ, кто там мне перед носом стрелы пускает? Причем попал, смотрите-ка. Блин, да, вот это... Вот это я понимаю. Вот это 2015 год. Ты едешь на коняги, разрезаешь чувака, и чувак разрезается. Кстати, помните, мы убили этих стрыгов, дрыгов или типа того? Кстати, первый раз в игре в инвентарь зашел, отлично. Да, собственно, мы же залутали с него лута, и... Собственно, теперь можно и переодеться, собственно. Слишком много, говорю, собственно, хватит говорить, собственно. Как будто, блин, я не знаю, что у нас тут. Меч какой-то. Клинок из Виковаро, и в нем какой-то слот для руны, судя по всему. Я не знаю, как здесь оружие улучшается. Тем не менее, что у них есть? Трубка и маленькая дубинка. Надо же, по-моему, он в меня не маленький алкозельцер, или типа того, гвоздь, ршавый меч. Но это все разобрать надо. А что это за шум такой? Хм. Мне просто интересно, а что это за шум? Охотничьи перчатки, флорены. Волчара. Что, все? Вот так, так быстро. А в чем, мне интересно, смысл пятого левела вот у этого волка? Ну, написано пять, но по ощущениям, нифига себе, ты из него кишки вывалились? Печень. Из него вывалилась печень, и я ее собрал. Да, надо сказать, что внимание к мелочам, в общем-то, нифиговое. Очень даже нифиговое. Так, ну что у нас тут? У нас тут какая-то сумасшедшая женщина. Привет, сумасшедшая женщина. Ключ потеряла? Нет, сковородку. Нормальная тема. Дом всегда стоял пустой, в ночь приехал какой-то благородный господин в годах и вошел. Как себе? Так, схватилась за сковородку, чтобы защититься. А он начал сковородку, в общем, выпрашивать. Ну и она отдала сковородку. И теперь она хочет, чтобы мы достали сковородку. Захватывающая история. Под утро в дом приехал еще кто-то на утром. Вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня. Я только видела его и мою сковородку. Она была черная от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. В общем, просто гениальное сюжетное. И, блин, у них глаза какие-то прям такие стрёмные, как будто, я не знаю, они кровью залиты. И вообще выглядит прям шуть как жутко. Так что... Сейчас сохранить игру невозможно. Но это нечестно. Так, ну и, собственно, что мы тут имеем? Мы тут имеем всякие арены и пластины из темной стали. Магический предмет. Ой, пластины-то я много наколдую. Магических предметов. А козья шкура тоже штука, наверное, клевая. Фосфор. Это можно... обмазаться фосфором и ходить пугать в темноте всех. Типа... О, что это у нас? Сожженные бумаги, документы, сожженные почти до тла, но некоторые фрагменты под жало можно прочесть. Да, именно этим я и займусь. Бесценная сковородка, только драйаная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не... не она, а Саша, чтобы сделать тушь и написать письмецо. Когда я с собой болтаю, говорят, что я долбанутая. Ну, это потому что ты долбанутая. Просто люди хотят сжить тебя со света. Разбитый монокль. Да уж, интересно. Монокль. Алхимический порошок. Ну и чувак удушен горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. То есть он был солдат. Блин, достала она орать, если честно. Зачем, интересно? Нихренась, и одна маленькая свечка столько освещения дает. Прям, прям, странно. Прям, даже очень странно. Так, на твою сковородку, сумасшедшая бабулька. Она была черная. Я могла бы смотреться, если бы, собственно, разработчики хотели сделать отражение персонажей. Зато вы можете смотреть на двухмерное дерево за спиной. Оно такое... Шитается. А тот второй... Мертв, позвюбор. Ребят, закопайте его за деревней глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. По-хорошему советую не говорите об этом деле Нильфкартса. А что они сделают? Тебе кое-что в благодарность причитается у нее, бабулька. Давай только без натуры. Давай, давай деньгами. Хорошо. Она дала деньгами. Ну, почти. Че она там? Сковородка как новая. 10 очков опыта. Не, ну я понимаю то, что, типа, это квест такой никчемный, но, блин, 10 очков опыта как-то, блин, я не знаю, мало что ли. Яблочный сок она дала. О, яблочный сок это прикольно. Яблочный сок. Хм. Окей. О, я что-то слышал. Волк. О, блин, кровища прям в монитор. Конь, разогнался слишком, остановись. Ой. На этот раз кровища в монитор не полилась. Ну, я стремлюсь к этому. Конь, кровища, монитор, давай. В принципе, неплохо, да. Из него там вон печень опять выводилась, типа того. В общем-то, мне нравится. Смотрите, здесь прям, прям этот гугл, как там называется, погода, короче. Гугла скачет за следы? Это просто красная травка какая-то. О, шум. Че за шум? Вон, 18.00. Ясно. Че тебе ясно-то? Че тебе ясно? О, еще куча волчар позорных. Ну, понятно, опять же, то, что было бы неплохо их этим зарубить. Ой, 228 урона нанес, и он выжил. А этот не выжил. Ну, давайте, в принципе, попробуем их зафигачить с помощью... Не тот символ-то у меня выбран. Так, этот, иди сюда. Блин. Блин, медленно восстанавливается? Просто жесть. Да я понял, что враги там сильные и все такое. Ну, блин, я даже не попал по бочке. Глупая бочка. Ну, и гнусный же ты. Сан, ты гнусный. Какое еще облако газа? Блин, можно было ее просто ударить. Не обязательно ждать восстановления. Но это, надо сказать, не так логично. То, что бочка взорвется от ударов нескольких. Блин, как же тут много лута в этой игре. Просто жесть. Просто идешь, и какой-то... Что-то вообще на английском было какое-то название. Это халтура с... Ой, а это уже... Надо... Я не... Ребят, я не знаю, если честно, кто додумался сделать боевку таким образом, но я должен был начать сейчас бой сильного удара. Я зажал shift, как и надо. Сжал кнопочку вперед, как и надо. И сжал левую кнопку мыши. Вы видели, что делал Геральт? Геральт шел. Ну, с такой тактикой боя далеко мы не уйдем. Я, по-моему, на коня колдую какую-то штуку или что я делаю, я не совсем понимаю. Ну, то есть, я не могу изменить ничего, кроме как оказывать влияние на разум противника, и я, судя по всему, на разум коня, что ли, влияние оказываю, и чё, он... Он, типа, бояться перестанет, или чё? Чё я с ним делаю, интересно? Понятия не имею, но... Блин, я себя чувствую в грим-фанданго, когда ты в дверь не можешь попасть из-за того, что герой постоянно вокруг носится. Не удалось сохранить игру. Ну, ладно, не сохраняй. Чё уж поделать, кат-сценки, все дела. А это военный лагерь, местный вход только по разрешению командира гарнизона. А как же попасть тогда в лагерь, если командир гарнизона внутри? Ты похож на того, кто что-то там, проблем, я от них избавляю, я ведьмак. Ну, понятно, им нужен ведьмак. Капитан Псар в пашне за воротами налево. Значит, вы можете по-хорошему. Не такие уж вы черные, страшные, когда хотите. Умейте быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. Я не Нордлинг, я Редгард. Или какие там расы были в этом? В... с Карими. Ну, вернее, в Моровинде или где-то там еще. Ты кто? Ты... Че-то, в общем, он тут делает. Пароль. Не знаю никаких паролей. Значит, вы здесь просто кое-то интересно, зачем имперским... имперские мечи считать? В армии таких... Короче, слова, опять какие-то шорты, машорты, казенное имущество. Так, покажи мне свои товары. Я, кстати, все деньги просрал, когда... Ну, вы видите, собственно... Да, надо что-нибудь продать. Все, продал. 7 монеток. Теперь богато. Жить будем. Да, пока разбирал на ингредиенты всякое дерьмо вот этого, то потратил все деньги. И мне что-то подсказывает, то, что... Это было зря. Разбитый монокль. Интересно, что с ними сделать-то можно с этим моноклем? Как настроение в лагере? Значит, ты шпион. Или провокатор? Мне просто любопытно. Можете передать своим любопытствующим, что войну мы выиграем, и это пятой причине, что Радо Вит больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассная обученная армия и снаряжение на высоте. Так, ну... Окей. Сулон. О, блин. Как же тяжело попадать в этой игре вот в такие вот щели. Щели, они вообще и по жизни тяжело доступны, но... посмотри на мои руки. На, смотри, мозоли, видишь? Это нанизм. А, не, это крестьянский труд, окей. Ну, просто он не похож на крестьянина, но у него такие усы, как у... педофила, я не знаю. Сорок корцов было и больше, только наши, то есть темерцы. Дадите 30, хорошо. Скоро жду транспорт. Он, типа, такой добренький. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. Так, у него тоже были что-то конфисковать. В логике не откажешь. Это ведьмак. Понятно, почему я не слышал шагов. Че надо? Ну, может, потому что ты крестьянин, как ты и сам сказал, и ты не должен уметь слышать шаги. Я не ферриваюсь в Энгрне, куда она поехала? Военная тайна. Ты еще не выставил меня за дверь, не позвал Корулу, значит, у тебя есть предложение. Руки и сердце, если только. Тут в окрестностях завелся Грифон, убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Так. Че тебе этот Грифон-то вообще? Для меня важны люди. Чудовище выбило девятерых, в том числе несколько солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, протяжать лет, это невозможно. Слабак. Не хочешь морочиться, не хочу что-то там. Не могу разбрасываться силами. Могу нанять мастера зато. Так, ну по рукам. Правда, убивать Грифона за одну только информацию чуть мне впадло. Сперва он держался возле лисьего пора, послал туда патруль пятерых молодых ребят, два дня спустя нашел охотник, и мы бы их не узнали, если бы не бляхи. Какие? Мухи? Бляхи-мухи. С тех пор Грифон нападает, где попало, в деревне, на полях. Значит, он бросил логово, придется ставить ловушку. Так, че тебе надо для ловушки? Так, найти одну траву. Ой, я и траву, это всегда понятно. Приятно. И важно. Крушина. Впервые слышу. Наверное, сперва ты выучил основные выражения, руки вверх. И вздернуть. Да. Нет, сперва были поговорки, например, не играй с огнем. Тамира, травница, живет на распутье, она тебе поможет. Так, больше сведений. It's sex. Ну, в смысле, пол. Они скажут мне больше, что я знаю, надо осмотреть место, где погибли люди, как звали охотника, который их нашел. Мыслов. Хотя он сказал Мислов, но ладно. Это как Винцислав, только Мислов. Я вот думаю, может, удачные охоты. Как он клево вставил фразу удачная охота, и игра называется дикая охота. А это интересно, считается воровством? Меня сейчас яйца не отрежет. Нет, судя по всему, не отрежет. Кавабанга. Ой. Так, надо апнуть оружие. Оружие. Ну и чё, пошли, кто там первый, спросить охотника, где он что-то там нашел. Ну окей, пошли спросим. О, ну и по пути, естественно, надо встретить какую-то хрень. Привет, купец-спонсор. Кого спонсируешь? Чудовище, чудовище из Баллот. Говорили мне, что здесь дорога опасна, а я не слушал, и подело мне. Какая же у тебя морда странная. Зачем тебе панамка это на голове? Меньше стена, не больше фактов. Что случилось и как помочь? И помню, ведьмаки за даром не работают. Геральт словно, как бы заставляет их ненавидеть себя. Мог бы сказать, типа, я не откажусь от оплаты. А, в принципе, в принципе, собрался я к черным торговать, вдруг конь переполошился и понес. Бла-бла-бла. Сожрала сивку вместе с копытами, обурку. Товар в повозке, а мне проверить страшно. Я думал, может вы... Понятно, надо грохнуть там кого-то, поищу я твой сундучок и содержимое себе заберу. Что, куда там? Где там твой квест? Будет квест? Он... Как это делается вообще? Только через меню заданий? Дополнительные задания, ценный груз. Давайте его попробуем поотслеживать. Так. О! А тут же близко. Ща решим проблему. Так, ну, судя по следам... Повозка... Собственно, что, это и есть груз? Чё это за хрень? Следы повозки, она ехала в болото. А, окей. Так, ну, болото, это значит, время для серебряных мечей. Чё у нас тут? Что это такое? Пчёлки. Сам на себя пчёлок натравил. Блин, окей. Так. А вот и повозка. Да? Потому что я не вижу. Где вот это, что ли? Пчёлки. здесь это смотреться повнимательнее. Ну, конечно. Ну, ладно, так и скажите, то, что мне просто надо перебить всех врагов вокруг. И это будет, в принципе, честно, потому что они все такие эти миссии или миссии. Так, я вижу двоих. их, очевидно, больше, чем двое. И урон им, кстати, наносится довольно немного. Хорошо полетел, чувак. Только немножко у тебя полтела в другую сторону отлетела. Будь ни хрена себе, он мне половина хп снял за один удар. Ну, и я тоже умею бодаться, собственно. Ну, судя по всему, всё. А чё осмотреться-то? Куда ещё осматриваться? Вот полоска. Блин. Вечно, как в GTA на F-ку жму, чтобы алкозельцер, медвежье сало, конь, княжеская вода, волкобой. Это что? Ну, это явно не то, что мы ищем. Немножко руды, немножко шкуры. Повозка утыканострелами? Да? А чё это? А кто это? Иконика тоже? Об этом он не упоминал. Ой, смотрите-ка, там что-то интересное. Вот это чё такое? А, это просто язык утопца. Блин, не уверен, то что я хочу иметь дела с языками утопцев. О, а вот и сундучок, похоже. Сундук с товаром. Должно быть, об этой коробке он говорил, заряпана кровью человеческой. поискать следы нападения вокруг повозки используете я ведьмач чутье. А чё это они сюда сбегаются? Давайте-ка на коника сядем. Потому что, как вы видели, на конике получается эффективней, если вот он вот так вот не убегает, как мразь. Боже, как же он плох с этим вот управлением. Называется угадай, в какую сторону я поверну свой грёбаный меч, хотя я должен поворачивать его, очевидно, совсем в другую сторону и, кажется, мне... О, а если сбить с ног, то типа можно давить. Так, их же там было много, если я не ошибаюсь. А, на коника сагрелись. А поиграем, ребят, в игру, которая называется «Угадай, в какую локацию тебе можно идти по уровню». Кстати, сейв был просто охренительно далеко. Шикарно. Я вроде как выполняю абсолютно все миссии, которые встречаю по пути. Но или я настолько плох, или игра плоха. Лично мне пока пока нравится идея, что плохая игра, потому что управление в драке реально иногда подводит, причём очень сильно. Ну ладно, короче, будем искать улики. Окей, пошли они в шопу, короче. Так, ну я нашёл чувака в синих трико. Прямо в шею хороший выстрел. Или у моего купца серьёзные проблемы с памятью, или он врёт. А, вот мне интересно, а какой смысл ему был ведьмака отправлять на какое-то такое задание, если он врёт? То есть, ну блин, это реально странно. Невозможно сохранить игру. Ну и ладно. Так, нашёлся сундучок-то мой. О, смотрите, кстати, у него лук за спиной. И там как раз эти были. Ну чё, давай. Да, нашёл этот сундучок, а ещё кое-кого похожего на возницу со стрелой в шее. На этих болотах дрят нет, а у топции водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Серьёзно? Сзади ничего нет, я ведьмак, так что я бы слышал. Так же, как я слышу, твой пульс очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может ли наездник из тебя лучше, чем мошенник. Что, я должен его преследовать? Что, сейчас будет гонка? Гонка ГТА, все дела с использованием оружия. Ну, окей. Может быть, наездник из него действительно лучше. Значит, его надо убить, да? Вот, смотрите, он первый левел. Ой, а чё с ним случилось? Почему его не разорвал он надвое, как и... Ведь что это вообще такое, катсцены, блин? Понаехали тут. И это ещё чё такое? Чё, надо привести его в чувство? Там было грёбанное платье с крик... Что? Видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом, а теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку? Ефрейтор Ян Гейермен, 6-я темирская дивизия, 2-й полк распущено, всё ещё действует по-тихому из леса? Андеграунд это подземка. Это был медицинский транспорт, я не хотел, чтобы он попал к Нильфам, а лекарства нашим ребятам тоже пригодятся, у нас много больных, отпусти меня, тогда может они выживут, ещё будут сражаться за свободный север. Так, я доставлю тебя к Нильфгардцам, добро, езжай, я тебя отпущу, но лекарства оставлю себе. Ммм, да, меня это устраивает. Нильфгард вас всё равно найдёт и перебьёт, зачем лекарства зря пропадать. Подавись. В смысле, подавись. правду говорят о ведьмаках. Ну, да, типа, правду. А чё говорят? Не расскажешь? Вы не можете напасть на эту цель. Да ладно, серьёзно, игра. Я не могу напасть на какую-то цель, а как же свобода выбора, открытый мир и всё такое. Ой, чё ты меня расстраиваешь, ты меня, игра, я не могу убить какого-то мерзкого чувака, которого хочу убить. Вообще, нельзя заставлять людей в желании убить кого-то, собственно, мешать. Take it easy, relax. Так что, да. Ну что, в... в этот раз мы точно отправимся, вернее, в следующем видео мы точно отправимся уже к этим двум и, возможно, даже Грифона завалим, если здесь будет всё как 22 вопросика на карте. Господи, ты боже мой. Да, возможно, завалим Грифона, если он прям так, ну вы поняли. Да, на самом деле, я надеюсь, что игра не будет состоять из того, что мы 50 часов ищем Йеннифер и Йеннифер мы найдём типа довольно быстро. Или Цири. В принципе, мне пофигу, какую бабу найти, так что... Что, рекомендуемый уровень 3? Спросите у Стравницы, где растёт кувшинка. А как получить третий уровень? Вы издеваетесь, что ли? Я получил 168 опыта, играя уже два с лишним часа. И это только первый левел. Может быть, у меня игра как-то неправильно просчитывает и я в 10 раз меньше опыта с квестов получаю, как знаете, пиратки Вова типа рейты x100, рейты x10, а вот это вот пиратка Вичера. Рейты x01, мучайся, тварь! Что-то типа того. Блин, ладно. Ведьмачи и заказы. В общем, ладно. Ну, как минимум, блин, я надеюсь, то, что мы... А подождите. Это для этого третий левел? В смысле, для обоих квестов нужен третий левел? Ну, не знаю, не знаю, как я справлюсь с этим, учитывая то, что тут за гринд мобов. Насколько я понимаю, вообще не дают опыта только за квесты, хотя откуда-то у меня восемь опыта ведь появилось. В общем, пока не знаю. Пока не знаю. Но, в любом случае, если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Группа ВКонтакте в описании. Ночень, кстати, в игре клевая, хотя нифига не темная. Ночь должна быть темная, она нифига не темная. И это неправильно. Так что, да. О, травница. А я думал, я сначала к охотнику иду. Ну, ладно, травница, так травница. Что? Да, с вами был Сэт. Смотрите продолжение. До свидания. Обнаружена клавиатура и мышь. Управление изменено. На что? Изменено. Это очень странная игра. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.